Добрый день! Мы из Украины. Я рад приветствовать вас на своем канале. И как обычно, по традиции, мы с вами начинаем видеообзор по оперативной обстановке за прошедшие сутки. А сегодня у нас на календаре 23 октября. И сегодняшняя ночь, начнем с сегодняшней ночи. Сегодняшняя ночь, опять были воздушные тревоги, в основном в Киевской области. Пришлось сидеть в бомбоубежищах. Была шахетная атака, или дроновая атака, давно по Киеву, давно не было таких атак, именно на Киев и Киевскую область. Но благодаря силам и средствам противовоздушной обороны Украины, все дроны Камикадзе, их было 14, были уничтожены. Ни один дрон не достиг своей цели. Дроны применялись типа шахет 136-131. А вот на линии фронта за прошедшие сутки произошло более 90 боевых столкновений. Всего враг нанес, а всего по территории Украины враг нанес 10 ракетных, 63 авиационных удара, совершил 58 обстрелов из реактивных систем залпового огня, как по позициям наших войск, так и по населенным пунктам, прилегающим к линии фронта, на всю глубину досягаемости его огневых средств. В результате этих российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили многоквартирные и частные жилые дома, а также другая гражданская инфраструктура. Также российские оккупанты нанесли очередной ракетно-авиационный удар, применив управляемую авиационную ракету Х-59 с зенитной управляемой ракетой С-300 по гражданским объектам в городе Константиновка Донецкой области, четыре ударных беспилотника типа Шахет-136 или 131 и один ударный беспилотник неустановленного типа. Силами и средствами противовоздушной обороны Украины были уничтожены управляемая авиационная ракета Х-59 и все ударные беспилотники. Авиационные удары наносились в Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях. То есть авиация противника применялась в основном вдоль линии фронта и пострадали от авиационных ударов, пострадали прифронтовые области. А вот под артиллерийский огонь рашистской артиллерии попало, во-первых, более 140 населенных пунктов, наших населенных пунктов, и это Черниговская, Сумская, Харьковская, Луганская, Донецкая, Запорожская и Херсонская области. По оперативным направлениям и зонам ответственности групп войск. Начинаем, как обычно по традиции, с группы войск Север. Это Волынское и Полесское направления, где оперативная обстановка остается без существенных изменений. Мы продолжаем наращивать минные заграждения, продолжаем совершенствовать инженерно-фортификационное оборудование нашей границы, превращая ее в неприступный рубеж обороны. А вот на Северском и Слобожанском направлениях тут, в общем, обстановка тоже сохраняется без изменений, но она более напряженная, более горячая. Кроме обстрелов с артиллерии врага, с сопредельной территории РФ, также противник продолжает держать военное присутствие вдоль нашей государственной границы, пытается проводить диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на другие оперативные направления. Для них это очень важно. Ну и по заявлениям Государственной пограничной службы Украины, наибольшее количество диверсионных вылазок или попыток диверсионных вылазок происходит на территории Сумской области. Вот так вот сложилось. Меньше в Черниговской и еще меньше в Харьковской областях. Далее у нас с вами идет зона ответственности группы войск Хортица. Это, наверное, сегодня самая горячая зона ответственности, потому что Купинское направление в принципе стало более горячим или более напряженным в плане ведения боевых действий, боевых столкновений, чем Авдеевское направление. На Купинском направлении украинские войны отразили более 15 атак врага в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка, Харьковской области. На Лиманском направлении силы обороны Украины отразили более 10 атак в районах Надежды и Серебрянского лесничества Луганской области. Вот такое вот Купинско-Лиманское направление. Идут постоянные атаки со стороны рашистских оккупационных войск. Наши силы обороны удерживают свои позиции и линия фронта за прошедшие сутки не изменилась. На Бахмутском направлении. Тут украинские воины отразили все контратаки противника в районе населенных пунктов Богдановка, Хромова, Ивановская, Андреевка, Дружба. Донецкой области. А также мы продолжаем штурмовые действия на южном фланге Бахмута. И в принципе мы продолжаем продвижение за железную дорогу. Там постепенно в районе уже южнее Андреевки наши войска переходят железную дорогу и оттесняют врага дальше и дальше к трассе Бахмут-Горловка. Далее у нас зона ответственности группы войск Таврия. Это Авдеевское направление. Здесь противник не оставляет попыток, хотя темп наступления нет. Даже тут не так. Темпа наступления нет. Потому как за практически две недели наступательных боев продвинуться на 100-200 метров это не темп наступления. При этом понеся такие огромные потери, которые мы констатировали и обсуждали с вами в предыдущие дни. Они продолжают атаки на всех направлениях, но это уже атаки не носят такого массового характера и не поддерживаются или не сопровождаются такими большими бронированными кулаками, как это было в первую волну и через несколько дней во вторую волну. Сейчас есть предположение, что враг стягивает войска с разных направлений. Кстати, ожидается появление здесь войск из Лиманского направления, из состава 25-й общевой войсковой армии, которая пришла недавно в нашу страну. Ожидается появление на Авдеевском направлении. Если разведка это зафиксирует, значит они готовят третью волну и будет попытка наступать на Авдеевку. Но пока безуспешными были наступательные действия противника в районах Керамика, в районах Степнова, Авдеевки, Тоненького, Невельского. И силы обороны Украины отразили на Авдеевском направлении более 20 атак противника. Кстати, Терекон остается в серой зоне, за него идут бои, но враг не смог закрепиться на Тереконе. Там поработала наша артиллерия и мы выбили врага, пресекли все попытки врага подняться на Терекон. Далее у нас идет Мариенское направление. Тут продолжаются тоже штурмовые действия в районах Мариенки, Победы и Новомихайловки. Тоже противник активизировался, но атаки носят такой же характер, как и в предыдущие недели или месяцы. То есть они так стабильно атакуют наши позиции. Единственное, что численность атак, их количество за прошедшие сутки зафиксировано 24 атаки. То есть оно возросло. С началом наступления на Авдеевку здесь атакующие действия врага увеличились. Далее у нас идет с вами Бердянское и Мелитопольские направления. Здесь тоже враг предпринимает попытки контратак в районе Пречистовки, в районе Золотой Нивы, в районе Вербового и в районе Работиного. Но все контратаки безуспешны. Кстати, появилась среди рашистских военных, появилась даже формулировка. Я всегда обращаю ваше внимание на то, что вот это безумное пристрастие к контратакам надо попытаться сходу отбить. Появился, оказывается, даже термин такой в рашистских войсках, называется «мурадовщина». Такой есть у них генерал Мурадов, который очень любит вот эти мясные штурмы. Он отправляет батальон за батальоном, роту за ротой штурмовать одну и ту же позицию. В надежде, как в 1941 году, первая рота полегла, ну ничего страшного, отправляем вторую. Может, вторая дойдет до позиции. Ага, вторая дошла, но полегла, отправляем третью. Может быть, третья возьмет эту позицию. И настолько он стал известен в рашистских войсках, что там действительно уже циркулирует такой термин, как «мурадовщина». То есть, они прекрасно понимают, что их просто гонят вот в эти контратаки, атаки на пушечное мясо. Ну, пока есть понимание, но нет реакции. Вот что для нас самое главное. Надеемся, что реакция в скором времени тоже появится. Потому что пленные, которых мы взяли в районе Авдеевки и на Бахмутском направлении, особенно в районе Авдеевки, наши войска там предпринимали контратаки довольно успешно. И мы об этом говорили с вами в предыдущих выпусках. И взяли пленных, в том числе даже командира батальона взяли. Так вот, ну, они говорят, что потери сумасшедшие, что, ну, пока что понимание того, что они идут просто на смерть за чьи-то хотелки, ну, путинские, понятно, кто у них главный, главный командир всех этих, командиров командир, да, и начальником начальник. Вот, но пока понимание такого, к сожалению, не появилось. Далее у нас идет зона ответственности оперативно-группы войск Одесса. Это херсонское направление. Тут ситуация тоже практически без изменения. Враг ведет обстрел правого берега Днепра. Наши силы обороны пытаются вести контрбатарейную борьбу с артиллерией противника. На левом берегу проводятся специальные военные действия. Некими силами, ну, разные источники утверждают, в том числе и западные, говорят, что это наши подразделения морской пехоты. Наш генеральный штаб пока ничего официально не сказал, поэтому мы тоже подождем сообщения от генерального штаба. И тут интересно, надо отметить, на херсонском направлении происходят довольно интересные вещи. В частности, в городе Новая Каховка Херсонской области здесь отмечено усиление режимных мер противникам. А оказывается, режимные, ну, всегда режимные меры, то есть комендантская служба, всегда мы соассоциировали это, и это было направлено против местного населения. То есть уменьшение возможности перемещаться, проверка телефонов на наличие фотографий или сообщений. Сообщений с большой Украиной или с Украиной, с территорией и так далее. То есть поиск шпионов и прочих. А теперь в городе Новая Каховка военная полиция расширских войск проводит мероприятия по отлову дезертиров. В Новой Каховке оккупационная полиция разыскивает до 60 расширских дезертиров по всему городу Новая Каховка. Поэтому в городе объявлено вот эти вот усиления режимных мер и комендантской службы. Также надо отметить, что на Херсонском направлении в виде, наверное, не знаю, влияет, может быть, отсутствие активных боевых действий, потому что все-таки река разделяет. Херсонское направление лидирует по friendly fire, дружественному огню. Причем дружественный огонь, я имею в виду не то, что там писали российские военкоры о том, что специальная военная операция, как они называют войну против Украины, началось с дружественного огня, и первые самолеты, расширские самолеты, которые были сбиты в небе, это были самолеты, сбитые ПВО РФ, то есть свои же. И сейчас там повторяются такие случаи. Но здесь, на Херсонском направлении, речь идет о том, что участились перестрелки между различными военнослужащими, и в бой вступают друг с другом целые подразделения. Только за прошлую неделю, которая у нас только закончилась, в результате так называемого дружественного огня были убиты своими же, в ходе перестрелок, 47 расшистов. То есть начинается постепенная ликвидация или самоликвидация расширских оккупантов на территории Украины. Также были комендатурой или военной полиции оккупационных расширских войск, были задержаны два офицера, подчиненные которых допустили огонь по своим. Один из них, один из офицеров артиллерист, батарея, которой он командовал несколько дней назад, открыла огонь по расширским позициям, принял их за украинские позиции. Погибло 12 человек в результате дружественного огневого налета расширской артиллерии по своим позициям. А второй командир пехотный, и у него в подразделении просто подчиненные устроили перестрелку с отходящими, с занятых врагом позиций расширскими войсками. То есть наши войска выбили расшистов, это на левом берегу выбили расшистов с позиций, те отступали, а те, кто сидел во втором эшелоне, приняли их за украинские войска и открыли по ним огонь. В результате этой перестрелки погибло 14 расшистов с обоих сторон. Вот такая вот обстановка царит на таврийском направлении, на левом берегу Днепра. С вами рассмотрим еще обстановку в Черном море. В Черном море на боевом дежурстве находятся 6 кораблей противника, из которых 2 являются носителями ракет «Калибр», общий залп которых может составить до 16 ракет. За прошедшие сутки авиация «Сила Вороны» Украины нанесла 7 авиационных ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага. Подразделения ракетных войск и артиллерии уничтожили 4 района огневых позиций артиллерии расшистов. Ориентировочные потери вражеские за прошедшие сутки составили в личном составе 870 оккупантов, в технике и вооружении танков 12 единиц, боевых бронированных машин 22 единицы, артиллерийских систем 25 единиц, средств ПВО 2 единицы, беспилотников оперативно-тактического уровня 6 единиц, крылатых ракет 1, автомобильной техники 15 единиц и 7 единиц специальной техники. Ну и вот Генеральный штаб включает в ориентировочные потери врага. В Херсонской области участились случаи, когда расшистские оккупанты устраивают перестрелки со своими. Ну и надо добавить, наверное, вот такой вот урожай собрали силы обороны Украины за прошедшие сутки на линии фронта и на всех оперативных направлениях. Статистика по факту применения дронов. Это FPV-дроны вооруженных сил Украины уничтожили расшистской техники более чем на 140 миллионов долларов США. Только за последний месяц. Это у нас посчитало издание Forbes. Ну, они финансисты, они любят подсчеты. Вот они посчитали стоимость. Самая дорогая потеря для расшистских войск оккупационных за этот месяц составила комплекс ПВО ТОР. Стоимость этого комплекса примерно 60 миллионов долларов. Поэтому я еще раз напоминаю вам, что благодейный фонд Незламные Сердца просит помощи в плане закупки и производства дронов Камикадзе для наших вооруженных сил. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok